Всем доброго времени суток! Сегодня я сделаю еще один шаг в сторону от своей привычной тематики и заведу речь про серию забытых стратегий под названием Warlords Ну или Warlords по-нашему Следует сразу разъяснить, что есть две такие серии Просто Warlords и Warlords Battlecry Первая пошаговая, вторая реалтаймовая И происходят они в одной фэнтезийной вселенной и делали с одной и той же студией Познакомился я с этой серией еще где-то в начале 2000-х И меня тогда забавляли люди, которые не понимали нафига Warlords 4 стали вдруг пошаговыми после Warlords Battlecry 3 даже несмотря на то, что Warlords 4 вышли на год раньше Но давайте по порядку Первые Warlords, которые вы видите сейчас перед собой вышли в 90-м году под ДОС из-под пера австралийца Стива Хокнера на котором, по сути, вся серия сдержалась Игра была крайне примитивна, особенно по нынешним меркам Одна карта, на которой располагались 8 сторон Люди, эльфы, орки, нежить и прочая фэнтезивная живность Можно было играть аж восьмером А можно было просто посмотреть, как играет комп Правда, играть один фиг скучновато Ваша цель – завоевание всех городов или уничтожение всех врагов И все, больше в игре делать нечего Выбирайте город, выбирайте юнитов на постройку Ждете этих юнитов и вперед с завоеванием В начале каждой игры каждый из сторон выдается по герою Который, по идее, имба лютая Но бои в игре – это полный рандом У юнитов только две характеристики – бой и скорость передвижения Победитель в бою определяется рандомно Просто у кого больше показатель боя, у того больше шансов на победу Но эти шансы есть у всех Даже у самого маленького паучка Благо, для перемещения юнитов герой не нужен Помимо городов, на карте есть еще руины и храмы В руинах герои могут найти всякие ништяки, вроде предметов или союзников Или, что бывает чаще, врагов, которые могут запросто вас ухайдухать В храмах же, коих на карте всего два, обитают старцы Которые также могут давать героям разные ништяки И все это добро раздается по принципу «кто нашел, тот и получил» В общем, в наше беспокойное время в это играть вряд ли кто-то станет В 93-м году вышел сиквел Помимо внешности, мало что поменялось Теперь у нас было аж пять карт Была возможность включить туман войны А также возможность играть на рандомно созданных картах Позже вышло дополнение, которое добавило полноценный редактор карт Также в этой игре появилась возможность играть по электронной почте Вы делали свой ход, игра делала сохранение И отправляла его на почту второго игрока И так по кругу Как шахматы по почте В 95-м году вышло делюкс издание игры В котором подтянули графику И добавили кучу новых карт А вот в 97-м уже вышла действительно интересная вещь World of Hearts 3 Ring of Heroes К сожалению, на современных системах Ее запустить Та еще головоломка Но в свое время я за ней много часов просидел Правда, не за ней, а за ее дополнением Но об этом чуть позже Во-первых, здесь наконец появился сюжет Хоть он и банален Также в компании теперь появилась возможность Переносить выживших героев из миссии в миссию С сохранением всего накопленного опыта и предметов Да, герои могут прокачиваться и получать уровни Также в этой игре появились вторичные навыки у юнитов И заклинания у героев А еще в игре улучшают дипломатию В первых двух играх она тоже была И представляла из себя небольшое такое меню С двумя галочками Брак или друг Однако сами игры не предусматривали совместной победы И рано или поздно приходилось всех делать врагами В третьей же части, наконец, это на что-то влияет Можно и совместную победу с союзниками получить И временно заключить перемирие Что позволит вам ходить по чужим территориям Все фишки предыдущих двух игр также сохранились В том числе и играть через почту А в 98 году вышло полноценное дополнение Dark Lords Rising Продолжающий сюжет третьей части И добавляющий новых юнитов Именно в него я в свое время играл И нашел его на диске, где было еще что-то пять стратегий Бои тут по-прежнему полный рандом Но разнообразие юнитов и их способностей Позволяет строить хоть какую-никакую тактику Однако познакомился с серией я с конца А именно с Warlords 4 Которая Heroes of Eteria Вышедший аж в 2003 году Игра использовала ассеты С Warlords Battle Cry О которых чуть позже В результате чего уже тогда игра выглядела устаревшей Зато не требовала много ресурсов Здесь изменили многое Дипломатию, например, вырезали на корню Такой опции в меню даже нет Бои теперь менее рандомные Ибо на них можно влиять Ранее бои были полностью автоматическими Комп сам решал, какие войска с кем будут драться Здесь же нам дали хоть какой-то выбор Экспу теперь получают абсолютно все войска И у каждого маломальского задохлика Теперь есть способности А их тут просто тьма тьмущая Города теперь можно улучшать А героев создавать как обычных юнитов Кстати, для героев забав стало гораздо больше Почти все карты усыпаны руинами, храмами И башнями, в которых обитают рандомные юниты И за победу над которыми дают всякие миштяки Вплоть до новых войск К тому же на картах появились всякие лесопилки Библиотеки, таверны и прочие увеселительные заведения Они дают бонусы к близлежащим городам Так что какой-нибудь Водропушск Где-нибудь у черта на куличиках Может оказаться вполне стратегически важным объектом Ну и конечно как забыть про самого Варлорда Который в этой игре наконец обрел обличие Правда из своей столицы он выйти не может Но оборонять он ее будет до конца Собственно для победы Теперь как раз нужно всего лишь захватить вражеские столицы А самих Варлордов теперь можно создавать Перед заходом в кампанию И по ходу этой кампании они будут нехило так прокачиваться Вообще про эту игру можно рассказывать долго И наверное я сделал на нее отдельный обзор А пока переходим к серии Варлордс Батлкрай Которая как вы помните уже не пошаговая Первая часть вышла в 2000 году И к сожалению в нефти времена я не играл А на моем нынешнем компе она вылетает каждые 5 минут Какие бы патчи я не ставил Поэтому начнем со второй части 2002 года По сути это все те же Варлорды только в профиль Изначально вы создаете своего Варлорда Выбираете ему внешность и расу Что влияет на характеристики и возможный выбор профессии После прохождения уровня вашему Варлорду дает опыт И когда вы наберете уровень Вам позволят выбрать профессию В зависимости от выбранной расы Ну там воин, колдун, жрец и так далее А далее прокачка пойдет согласно этой специальности Ваш Варлорд напрямую участвует в боях И может легко там погибнуть Но сам по себе он юнит довольно сильный К тому же он имеет ряд неоспоримых преимуществ Во-первых он может строить здания Обычно вы начинаете игру без рабочих Во-вторых он может обращать вражеские здания И что самое главное шахты с ресурсами Как только шахты станут вашими Они автоматически начнут сбрасывать в казну ресурсы И шахты этих по всей карте разбросаны тьма тьмущие В связи с чем зачастую приходится бегать по карте И отбирать у врагов их шахты И потом гонять их как какую-то шпану Пришедшую за яблочками на ваш участок К сожалению игра по-прежнему не имеет сюжета И вся кампания заключается в методичном завоевании карты мира Все уровни имеют одну и ту же цель Уничтожить врага Разнообразие вносят лишь сами варлорды и обилие рас Коих аж 12 штук В 2004 году вышла последняя игра из серии Warlords Battle Cry И тут наконец прикрутили сюжет Однако переделали некоторые вещи Во-первых в создании героя теперь нет никаких ограничений Вы можете сразу выбрать не только расу Которых теперь аж 16 штук Но и специализацию Так что теперь можно запросто создать Например друида нежить Или призывателя демонов будучи эльфом Также ваш варлорд теперь прокачивается прямо на ходу Во время уровня Однако есть и серьезный минус В игре появились критические атаки И они довольно частые И теперь ваш варлорд не такой уж уникальный боец Ибо он как и многие юниты Может запросто сдохнуть от пары тычков В начале игры варлорд мало чем отличается от пехотинца Но вот к концу игры при правильной прокачке Может запросто стать машиной смерти Проблема только доиграть до этого момента Не у каждого терпения хватит В остальном третья часть почти не отличается от второй Ну как я уже сказал несколько раз добавили Ну и все И это была последняя игра из серии варлордс Однако в 2007 году Стив Фокнер и его студия Инвинит Интерактив внезапно выпускает РПГ пазл под названием Пазл Квест Который сюжетно происходит в той самой Этерии Что и варлорды Слухи о полноценной пятой части Ходит уже с десяток лет Но воз и ныне там И серия по сути мертва Лично я бы с удовольствием поиграл бы в продолжение Однако последняя игра от этих разработчиков Free-to-play Night James of War Вышла в далеком 2015 году И с тех пор от них ничего не слыхать Ну а на сегодня все Как обычно оставляйте комментарии Рассказывайте о канале друзьям И если есть возможность и желание Поддержите канал Ссылки в описании Всем спасибо за внимание До скорых встреч